Друзья, привет! На дворе у нас полдвенадцатого ночи, а мы приехали в международный аэропорт Латвии, а точнее аэропорт Лейпай, который находится от Лейпай километров два, кажется, в поселке Цимденеке. Этот аэропорт он настолько большой, что в нем даже можно заблудиться, смотрите, тадан, тадан, и все. Давай! Короче, вот этот все аэропорт, сейчас прилетает самолет, вот там мы его ждем, вот он сейчас там будет. Видите, это все взлетная полоса. Этот рейс придумали, сделали недавно Рига Лейпая, и лететь нужно 20 минут, представляете? Вообще, еще мы сюда приехали, просто приезжают наши родственники из Парижа, из Франции, так что мы их встречаем. И вот, как вы видели, самолет прилетел, и люди будут выходить, и они будут пешком идти, идти и идти вот в этом... здания. Нам в то здание заходить нельзя. Там только те, кто прилетают. Представляете, или дождь, или что. Вот сейчас холод, минус 15, нас вовнутрь не пускают. Настолько большой этот аэропорт. Видите, все выходят и идут пешочком на терминал. Короче, родственников мы уже отвезли домой. Сейчас заехали на статойл. Короче, Моника, ты мне дверь открой. Дверь открой. Вот. И купил сейчас дочери из тебе по хот-догу, потому что уже час ночи, а кушать хочется. На, держи. Так, этот тебе, это мне, да. Вот. Время кататься на санках, и мы едем в парк. У нас эти дни сильные-сильные морозы, но мы выбрали температуру всего лишь минус 7. Едем в парк. У нас навалило куча снега, и мы довольны. Субботу утром едем кататься и берем его с собой. Мы уже в парке. Да, мы приехали на горку, и мы взяли с собой моего крестника, который вы видели на видео. Мы ездили в аэропорте и его встречать. Из Франции, короче. Ну, крестник и брат воюра. Да, воюрный брат и крестник. Да, так что сегодня с нами толпа детей, и мы. Вот, он просто живет во Франции, для него снег, это ну, это экшен. Да, конечно. Ян поехал, все скатили сюда. Ян, тебе нравится? Да. Класс, да? Поедешь на попе? Поленька, давай сам. Давай сам. Ноги поднимай высоко. Может, он был большой? Кто следующий? Сейчас я крестники еще поставлю. Втроем поедешь. Так, это ты сюда. Вот сюда, садись. Вперед. И держи. Полька, а ножки куда? Ноги вперед. Не, ножки, ножки Полькина. Держи ее ножки. Встань, встань. Полька, вперед. Иди, конечно. Система целую. Давай, Моника, ты тоже, Милена. Давай, ты все. И я тоже сяду. Держи ноги. Вот сюда. Все, Полька? Давай, Минаш, мы поехали. Давай. Аккуратней. Брошки, как быстро. И все, это пляжа. Говорят, такая погода у нас будет. Снежная, морозная. До марта вообще, что-то не до середины. Не знаю, вроде и классно, но это хочется все в декабре, а не в начале весны. Кто-то там едет у нас на самой экстремальной горке с деревьями рядом. Ужас. Чего ты на эту сел? Здесь дерево рядом. У тебя ребенок впереди. Слышь, папаша. Это все нормально. Не, идите на ту, а. Ну, а что, ты боишься? А ты станешь около дерева. Наш французский мальчик не может залезть на горку. Нужна помощь. Классно. Милена, спасатель, Малибу. И все садит, это очень смешно. Миленка идет, как не знаю кто. Квесик рикит у нас. Ого, вот я сняла вас. О боже. Ян ударился, нет? Или нормально все? Кошмар. Милена, ты что, не удержала? Посмотри на меня, все нормально? У меня копчик. Копчик? Ян, шапку надень. Ну, Милена, нормально или вот сильно ударилось? Покажи. Ну, у меня вот сильно. Ну, дочь, ну так нельзя. Тебе нравится? Да. Здорово, да? Вау, я думала, вы прям в меня. Что, в итоге врезались, да, в дерево? Вернусь, как оно сразу, да? Наклонилась, да. Куда вы приехали? Кушать! Оленька, что там у тебя? Так, это тебе. Где Ян? Надо Яну дать. Картошечка. Так, что еще? Кола. Огромный бургер. Ням-ням-ням. У нас по-вторжу. А где еще одна? А, вот еще одна. Давайте, аккуратненько. Ну, это надо. Так, после активного отдыха все кушают. Ян, ну как? Вкусно? Вкусно? Кушай давай. Моника, как? Миленка, как? Полина, как? Настюшка, вкусно? А мы с тобой взяли что? Мы с тобой взяли по торсиле, да? И взяли копеек, картошку, фри и колу. А я не поснимал. Мы уже приехали, машину поставили в гараж. Остановитесь, я не могу вас догнать. Нет, не пойдем там. Трое, трое. Я говорю, меня покатай, а он не хочет. Вернее, хочет, дети не дают. Еще раз всем привет. А, аккуратно. Мы приехали после работы, не поленились. Приехали на море Балтийское. На Балтийский берег мы приехали. Чтобы вам показать кое-что красивое. Очень скользко и очень холодно. У нас зима продолжается, кстати. Смотрите, как у нас красиво. Скоро все оттает. Мы зиму перезимовали, осталось перезимовать весну. Привет, весна! Ты улыбаешься, тебя не видно все равно, как ты лыбу давишь. Красиво. Мы думали, сейчас будет закат. Но у нас небо затянуло. Но все равно очень красиво. Что, нравится? Здесь очень опасно. Можно поскользнуться, свалиться. Айсберги, точно. Но такой пейзаж красивый все равно. После работы не ехать домой. В бардак приехать сюда. Это прекрасно. Здорово, да? Поленька, надень капюшон. Не, не, не. Туда залазить мы не будем, девчонки. О, такое море спокойное, да? Смотри, мам. Смотри, мам. Смотри, мам. Давай, подожди. Кидай Еву. А я даю. А что, она не скользит? Она эти ногти садит. Мам! Сосулька! Я, конечно, может быть, мы прошлой зимой здесь не были, но мне кажется, я давно здесь такого не видела. У нас вообще говорят, что это зима самая холодная за 5 лет. Ну, не знаю. Ну, так говорится. Нет, у нас как получается. В декабре был теплый, а февраль снежный и холодный. Но сдвинулось все. Предлагаю отмечать Новый год в феврале, китайский. Нет, там скользко очень, мы же упадем с тобой. Китайцы плохого не придумают. Что, она поскользнулась и в воду? А что она ест? Снег? А, лед. Лед. Ну, Милька, не надо. Да, сейчас в воду как-то скользнешь. Нет, давай там не пойдем. Пап, скажи, Милене. Елена. Ну, посмотри, как она сейчас в воду прямо упадет. А? Пать, красиво. Варежку хожу, потеряла. У меня варежки, знаете, какие? Я их так берегу, бабушке моей. Бабушке не стало, когда я была в седьмом классе. А варежки я ее берегу. Это не то, чтобы она мне их подарила, это просто бабушкины варежки. Я их ношу, очень люблю. Каждую зиму они меня греют особенно. Вот, очень красиво здесь, конечно. И небо такое классное, красивое. Несмотря на то, что закат мы не увидели, все равно клево. Но очень холодно, очень мерзнут руки. Девочки-экстремалки пошли прямо в воду. Девчонкин, давайте аккуратнее. Милена! Ну, это же лед, Милеш, это очень скользко. У нас Северный полюс, Антарктика. Или Антарктида, господи. Дети, кто там географию учит? Моника, Антарктика, Антарктида, это одно и то же, нет? Ага. Красиво. Нет, я боюсь. Не надо. А если этот лед рухнет? Нет, конечно. Очень красиво. Ева, красиво? Она все жрет. Слушай, вы кормили собаку? Ева. Дети кормили собаку после школы? Ой, прикольно. Холодно, да? Ага. Давайте пофоткаемся. В принципе, мы домой уже дошли почти. Мы вам все обошли. И нам как бы вот сюда и домой. Что на машине ехали? Можно поехать на вторые скалы, но уже пост. Посмотреть. Пока доедем уже будет. Уже стемнеет. Нет, этим все хочется ножки помочить. А? Ну, посмотрите на них. Телефончик как упадет туда? Не, я вообще не каркаю. Не, не, не. Очень красиво. Вы что делаете? Все, поехали домой. Холодно. Мерзавел. Видите, какая красота. О, блин, какая. Офигенно. Закат. Восемнадцать. Семнадцать должен быть. Офигенно. Офигенно. Семнадцать! Субтитры сделал DimaTorzok